Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Судей. Девятая глава. Эта пространная девятая глава посвящена восстанию Авимелиха, который решил таки воцариться над всем Израилем. Мы помним, что Гедеон отказался быть царем, сказал, мы об этом читали в предыдущей главе, сказал израильтянам, которые предложили ему, пусть, дескать, ты и сын твой, и внук твой царствует над нами, давай установим монархию, наследственную монархию. Гедеон на такое предложение сказал им, не я, не сын мой владеть вами не будем, Господь довладеет вами. Но вот один из сыновей Гедеона, которого зовут Авимелех, отец мой царь, так переводится его имя, и мы выше читали в предыдущей главе, что он был сыном наложницы, у него были жены, много жен, но была еще наложница, которая родила ему вот этого самого Авимелеха. Вот этот самый Авимелех, когда вырос, он захотел таки царствовать, и объявил себя, провозгласил царем. Происходил он из Сихема, Шхема, откуда как раз была мать его, наложница Гедеонова. Авимелех, сын Иероваалов, Иероваал – это Гедеон, прозвище Иероваала было Гедеон, прозвище Гедеона было Иерубаал, пошел в Шхем к братьям матери своей, к своим дядям, и говорил им, и всему племени отца матери своей, такой семейный клан большой, и сказал, внушите всем жителям шхемским, что лучше для вас, чтобы владели ваши все семьдесят сынов Иеровааловых, или чтобы владел один, и вспомните, что я кость ваша и плоть ваша, то есть я ваш ближайший родственник. Да, я тоже сын Гедеона, у него есть семьдесят сыновей, я тоже сын Гедеона. Так вот, эти семьдесят, с одной стороны, или я с другой стороны. Выбирайте. Он давил на их национально-патриотическое чувство, как бы мы сегодня сказали. «Земляки, соотечественники, разве вам будет плохо, если я буду царствовать над вами, и заодно над всем Израилем?» Внушил им такую мысль. «Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям шхемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, он брат наш, он же наш земляк, близкий родственник вообще. И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Балберита». Вот этот самый Балберит, божество хананейское, вслед которого стали ходить израильтяне, жители Шхема, другие израильтяне, занимаясь почитанием иных богов. Вот, мы читаем здесь о доме Балберита, какое-то, видно, капище было. Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые пошли за ним. Вот, всего лишь шестьдесят шекелей серебра, немного, но он нанял на них своевольных людей, таких, вот такие, такой ЧВК имени Авимелеха, и вот, и они пошли за ним. Частная военная компания, в общем-то, бандиты, и воюют за деньги, попросту говоря, такие джентльмены удачи. «И пришел он в дом отца своего в Офру, вот с этими семью-десятью, вообще не сказано, сколько здесь человек было, вот за семьдесят шекелей нанятых, вот с этим отрядом наемников пришел в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, семьдесят сынов Иеравааловых, дети Иерубала, то есть Гедеона, которые у него родились, семьдесят человек, о чем мы читали в предыдущей главе, убил их всех на одном камне, то есть их хватали, брали и убивали. Остался только Иофа, младший сын Иераваалов, потому что скрылся». Самый младший из семидесяти убежал куда-то, спрятался, скрылся и так спасся. «И собрались все жители шхемские, шихем, откуда мать Авимелеха, и весь дом Милло, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ шхема». Вот этот мятеж, мятеж промонархический, с большим террором против сыновей Иераваала. Такое вот бедствие внутреннее, внутриизраильское, такая беда постигла, мятеж, как бы уже с зачатки гражданской войны, даже можно сказать. Полномасштабная гражданская война развернется в конце книги судей. Война всех израильских колен против одного колена, колена Бениамина. О ней мы будем читать в конце книги судей, когда почти полностью будет это колено Бениамина истреблено. Вообще этот рассказ, как говорят исследователи, носит исторический характер. Есть переписка такая, называется «Теламарнские письма». Это переписка египетских царей, фараонов со своими палестинскими наместниками, где стояли боевые отряды, вот в этих башнях разных, в городках укрепленных, были отряды, охранные отряды египетские, вот, и командиры этих отрядов вели переписку с центральной администрацией египетской. На аккадском языке ее вели, и вот эти письма «Теламарны», они сохранились, были открыты, исследованы, переведены. 14 век это, и вот там та ситуация в Палестине во время доминирования египтян над Палестиной, который, Египет тогда был с державой, которая доминировала над Палестиной, в то время вот там показана ситуация, обстановка того периода 14 века. В общем-то, вот то, что мы читаем в 9 главе, очень похоже на это, и хотя египтяне здесь не упоминаются, но, в общем-то, обстановка описывается, можно представить себе тогдашнюю обстановку, и она примерно такая же, как вот в переписке в этих самых Тель-Амарнских письмах. Читаем дальше. Бейт Мело здесь упомянут в 6 стихе, дом Мело, может быть здесь следует исправить текст, предлагаются некоторые эмендации, и, в частности, предлагается заменить здесь Бейт Мело на Мигдаль Шхем, то есть, может быть здесь, или просто считать, что под Бейт Мело имеется в виду Мигдаль Шхем. Мигдаль Шхем, башня сихемская, упомянуты будут дважды, в конце главы, в 46 стихе этой главы, и в 49 стихе будет говориться о башне Сихемской, Мигдаль Шхем. Вот, может быть здесь и в 6 стихе тоже идет речь не о доме Мело, а о Мигдаль Шхеме. Упомянут также дуб, и собрались все жители Шхемские, весь дом Мело, и пошли, поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Шхема. Дуб, важное очень место, важное место занимает в книге Судьи растения, как мы знаем. Вот дуб, связанный с дворой, с Деворой, да, вот здесь теперь этот дуб, который близ Шхема, были священные дубы, были священные рощи, есть дубраво-море, бамре и так далее. Деревья имеют очень важное значение в то время. Когда рассказали об этом Иофаму, младшему сыну, Гедеонову, он пошел и стал на вершине горы Горизима, священная гора в Уделе Ефрема, Гевал и Гризим, две этих священные горы, с одной горы произносились благословения во время Иисуса Новина с другой проклятия, как заповедовал Моисей. Вот он забрался на эту гору, на вершину горы сын Гедеона Иофа и, возвысив голос свой, кричал и говорил им, послушайте меня, жители Шхема, и послушает вас Бог. Вот 69 его братьев убиты, он остался один из потомков Гедеона. Этот узурпатор Авимелях провозгласил себя царем. Он обращается к тем же самым людям, которые провозгласили этого несчастного Эмеляха царем. Обращается к ним сын Гедеона, которого, самый младший сын, которого зовут Иофам, Иотам. И дальше он предлагает им притчу или рассказ такой образный, метафорический, обычно считается, что это притча по жанру. Рассказывает им, пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине, царствуй над нами. Маслина сказала им, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам. И сказали дерева смоковницы, иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам. И сказали дерева виноградной лозе, иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им, оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам. Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите покойтесь под тенью моею, если же нет, то выйдет огонь, и с терновника и пожжет кедр ливанский. Вот какую притчу предложил им Гедеон. Какая там тень у терновника, нет там никакой тени, а сгорает он в один миг. И даже если это не терновник, а кедр ливанский, огонь, который выходит из терновника, может пожечь даже ливанские кедры, это огромные деревья, их в десятером не обхватишь, эти могучие ливанские кедры, самые могучие деревья на Ближнем Востоке. Вот их огонь пожрет, если выйдет огонь из терновника. То есть все могущество Израиля может быть сожжено вот этим мятежом этого самого Авимелеха и поддержавших его жителей Шхема. Это терновник. Каким он может быть царем? Ну ни вида, ни роду, ничего у него нет. Одни амбиции. Ну какой из тебя царь? Следует заметить, что если мы читаем последовательно Танах, книги Священного Писания Ветхого Завета, то это первый случай, когда растения или животные там говорят, ходят, то есть им они одушевляются. Потом дальше это будет и в книгах притчи Соломоновых и в других местах у пророков в том числе. Но вот в книге Судей мы встречаемся в этом рассказе, в жанре притчи встречаемся с этим первый раз. Это говорит сын Гедеона, вот этот самый Йотам, Йофам, Йотан, предлагает эту притчу для вразумления жителей Шхема. Вразумятся они или нет, мы сейчас увидим. Он продолжает свою речь. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Ировалом и домом его? И сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? Риторические вопросы? Конечно, нет. То есть вы поступили неблагодарно. Мало того, что вы вот этого несчастного Авимелеха провозгласили царем, поставили его, да? Вы еще и весь дом Гидеона, который вас спас от Мадянитян, от Исмаильтян, от Амаликитян, от всех сынов Востока освободил вас от их от вражеского, от вражеского вот этого вот, оккупации от вражеской. Вы еще так поступили с его домом, с его сыновьями. И он упрекает их дальше. За вас отец мой сражался, недорожил жизнью своею и избавил вас от руки Мадянитян. А вы теперь поставили против дома, вы теперь восстали против дома отца моего, революция такая, и убили семьдесят сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями шхемскими Авимелеха сына рабыни его, безродного, ничтожного, потому что он брат ваш. Раз он из шхема, земляк, что думаете, правильно вы поступили? Землячество, кумовство. Если вы ныне по истине и по правде поступили с Ерубалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе и пусть он радуется о вас. Горькие слова произносят им ее там. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха и пожрет жителей шхемских и весь дом Мело и да изыдет огонь от жителей шхемских и от дома Мело и да пожрет Авимелеха. Пусть вы друг друга уничтожите, сожжете огнем неугасимым. Авимелех как терновник, какой с него толк? То ли дело виноградная лоза, смоковница, маслина, как в этой притче. А этот терновник Авимелех толку с него нет, одни колючки, а если огонь выйдет из него, то беда ждет всех. Такие образы, такие сравнения, такие метафоры. Ну что ж, читаем дальше. И побежал, и вот там и убежал. То есть он им сказал, обратился к этим жителям Шхема с горы Горезим. Неверной дорогой неверно идете вы, жители Шхема. А сам, они же могли его поймать и расправиться с ним. Он, видимо, умел быстро бегать, он убежал, мы читаем, в Б.Р. Б.Р. вообще колодец переводится. Такое название было у какого-то города или какой-то местности. Б.Р. И жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем три года. Три года царствовал этот самый узурпатор. Иногда его включают в список правителей Израиля, судей, да, иногда нет. Вот если его не включать, то будет шесть великих судей, шесть малых. 12 всего. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Шхема. И не стали покоряться жители Шхемские Авимелеху. Сами его воцарили и сами против него восстали. Такое бывает часто с узурпаторами. Ну, тогда были способы расправиться с неугодным царем-батюшкой. Свои были способы, не обязательно это шарфик и табакерка могли быть тогда способы более быстрые даже. И послал, да, злого духа Бог послал им в их сердца между ними, между Авимелехом и его ЧВК и между жителями Шхема произошло недопонимание. и они захотели его убить того, кого поставили царем. А все это по воле Божьей должно было совершиться. Злой дух, который от Бога возбудил жителей Шхема против Авимелеха. Дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иераваловых и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей Шхема, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители Шхемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого, проходящего мимо их по дороге. Осем донесено было Авимелеху. Авимелеху донесли, чем занимаются жители Шхема. Они устроили засаду против него, против Авимелеха и грабили всех, к тому же еще. Ну и хотели убить Авимелеха, видимо, тоже. Пришел же и Гаал, сын Эведов, с братьями своими в Шхем, и ходили они по Шхему, и жители Шхемские положились на него. Вот появляется у жителей Шхема другой начальник, некий Гаал, сын Эведов. Эвед это раб. Если Авимелех был сыном, как было сказано, наложницы, в предыдущей главе мы читали, наложница, жившая в Шхеме, родила ему Гедону, сына, и он дал имя его Авимелех, то здесь вот этот Гаал некий, тоже такой робин гуд, или лучше сказать джентльмен удачи, вот этот самый Гаал, разбойник, он был сыном рабыни, он здесь написано сын Эведов, но Эвед это раб, поэтому можно нарицательно перевести 26 стих. Гаал, сын Гаал, сын раба, с братьями своими пришел в Шхем, то есть такой тоже боевой отряд ЧВК, и ходили они по Шхему, и жители Шхемские положились на него, и вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Есть Авимелеха, которого воцарили жители Шхема, есть теперь новый у Шхема начальник, вот этот Гаал, сын раба, две разных бандитские группировки, или лучше сказать частные военные компании, друг с другом начинают враждовать, такое часто тоже бывает в истории. И тогда что дальше происходит? Происходят очень интересные дела. Да, а следует еще вот какое замечание сделать. В 22 стихе мы читали, что Авимелех же царствовал над Израилем три года. Конечно же, Авимелех не царствовал над Израилем. У него власть была совсем незначительная. Вот Шхем, потом он убежал куда-то в другое место со своим отрядом, претендуя на то, чтобы, конечно же, царствовать над всеми коленами, или, по крайней мере, над центральной частью Ефремова Нагоря, но ничего у него не получалось. Поэтому он не царствовал над всем Израилем, только над незначительной частью израильтян, которые признавали его своим царем. Другие, конечно же, его не могли признать царем, этого узурпатора. Тогда были сильны, силен был еще родоплеменной строй, и сильны были традиции военной демократии. Они спустя много-много еще десятилетий, даже веков, будут сильны. Когда сын Соломона решит увеличить налоговое бремя и умножить подати, тогда колено Израилевы скажут, по шатрам своим Израиль, знай дом свой Давид. Мы не собираемся слушать сына Соломона, Вараваама, и не собираемся подчиняться ему, раз он наложил на нас такие податии и дани, и такие налоги. Тем более в ту эпоху, в домонархическую эпоху судей, конечно же, не собирались израильтяне признавать собой Авимелеха. Почему же тогда в 22 стихе говорится, что он царствовал над Израилем? То есть над какой-то незначительной, совсем микроскопической группой израильтян он царствовал. Претендует, что он будто бы царь всего Израиля. Но другое предположение, что здесь поздняя редакторская рука общего редактора вот этой самой дефтерономической, второзаконической истории. От книги Судьи до 4 книги Царства, единый блок книг, в котором чувствуется единый редакторский замысел, общее богословие истории, что ли. От завоевания Святой Земли до ее потери. И в чем причины этого были? Как бы на все это отвечают вот эти самые книги Иисус Новина, книги Судьи и 4 книги Царства. Читаем дальше. Сын раба, вот этот Хананей, по всей видимости, Гаал, не из евреев, вообще из Хананейского племени, скорее всего, происходящий. Вот жители Шхема начинают, значит, полагаться на него. Ну и тут бандитизм, конечно, процветает, 27 стих. «Гал, сын раба, говорил, кто Авимелех и что Шхем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иераваалов, то есть сын Гедеона, и не Зевул ли главный начальник его?» Какой-то у Авимелеха был еще начальник, начальник генштаба, у него был некто Зевул. «Служите лучше потомкам Эммора, отца Шхемова, а ему для чего нам служить?» Ну, помним эту историю, историю, произошедшую в Шхеме во времена патриархов. Эммор, Шхем, как были наказаны они, этих Хананей, за то, что надругались над дочерью Иакова Надиной. И вот вновь здесь вспоминаются эти самые Эммор, теперь уже потомки Эмморы, отца Шхемова, от которого город получил свое имя Шхем, Сихем. В общем-то, казалось бы, прошло много веков, земля давно завоевана, но почему-то опять эти потомки Эммора, опять Хананеи, жители Шхемы. Вот мы видим, что история не так однозначна в книге Судей, как она совершенно ясна и однозначна в предыдущей книге, в книге Иисуса Новина. Хананеи продолжают жить бок о бок с израильтянами. «Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». Вот этот сам хочет царствовать, этот несчастный Хананей по имени Гал. Если бы... О, он мечтает. «О, если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». То есть вам Авимелех уже опостылил, надоел житель Ишхема. Давайте я буду царствовать над нами, прогоню этого Авимелеха. «И сказано было Авимелеху, умножь войско твое и выходи на сражение». Зевул, 30 стих, Звуль, Звуль, вот как его зовут, Звуль, начальник города. Он еще был не только начальник Авимелеха, он еще был и начальник, градоначальник, начальник города. «Услышал слова Гаала, сына Раба, сына Эведа, и воспылал гнев его, прогневался. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать, «Вот Гал, сын Эведов и брать его, пришли в Шхем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью ты, народ, находящийся с тобой, и поставь засаду в поле. Поутру же при восхождении солнца встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, которые у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». Вот такой хитрый замысел у этого самого Звуля. «И встал ночью Авимелеха весь народ, находившийся с ним, и поставили засаду в ворот Шхема, четыре отряда поставили в засаду возле Шхема. Гаал, сын Эведов, сын Раба, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелеха народ, бывший с ним из засады. Внезапно. Гаал, увидев народ, говорит Звулю, «Вот народ спускается с вершины гор». А Звуль сказал ему, «Тень гор тебе кажется людьми». Бинокля не было. Что-то там, какие-то движения на восходе солнца. Ну, говорит, это просто тень от гор. Гаал опять говорил и сказал, «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Меоним». Интересно, 37 стих, дуб Меоним в синодальном переводе. Можно перевести как дуб волшебников или дуб магов. Возможно, это то же самое, что и дуб Рава Море. Дуб Море, да? Мы уже видели, встречались. А также встречается название вот этого дуб Море в книге Бытия, в 12 главе, где речь идет об Аврааме, и в книге Второзакония в 11 главе встречается тот же самый дуб Море, какой-то священный дуб. А здесь дуб Меоним. Может быть, тот же самый дуб Море предполагают некоторые, ну, в частности, те, кто писали комментарии к Иерусалимской Библии. «И сказал ему Звуль, вот этому Гаалу». Звуль – это начальник, военачальник в подчинении вот этого Авимелеха. «Сказал ему Звуль». Начальник Авимелеха говорит Гаалу. «Где у статвы, которые говорили, кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, которым ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». «И пошел Гаал впереди жителей Шхемских и сразился с Авимелехом». Вот две банды, две группировки вооруженные, у них сражение происходит. «И погнался за ним Авимелех». Победа оказалась на стороне Авимелеха. «И побежал он от него». Вот этот самый Гаал побежал от него. «И пало много убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаал и братьев его Звул выгнал, чтобы они не жили в Шхеме». Бедный Шхем, бедные его жители. «На другой день вышел народ в поле и донесли осем Авимелеху. Он взял народ, разделил его на три отряда, народное ополчение, и поставил засаду в поле. И увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелеха и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на них всех, бывших в поле, и убивали их». Один отряд выходит, потом два из засады начинают убивать. Идет война гражданская прям-таки. «И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город и побил народ, бывшись в нем, разрушил город и засеял его солью». Ну, наверное, не гражданская война, а такой мятеж одного города, бесчинства, беспорядки жителей одного города, города Шхема, которые то земляка своего воцаряют, то какого-то проходимца Гаала, вообще Хананьянина, после того, как у них происходит конфликт с этим Авимелехом. И, в общем, тут одни группировки воюют с другими, и тех, и других, вроде бы, сначала поддерживают жителей Шхема, ту одну, ту другую группировку. В общем, все это похоже на некоторые события 90-х годов, когда вооруженные банды в больших крупных городах сражались друг с другом за передел территорий и влияний, и падали сраженные в этих битвах буквально пачками, погибали каждый день. Вот тогда и тоже такое было. Гражданская война, это трудно еще назвать. Гражданская война, в полном смысле слова, будет в конце книги Судей, как я уже сказал, когда будет война всех израильских колен против одного колена, колена Бениамина. Читаем дальше. «И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Город был разрушен, стер с лица земли, не осталось камня на камне. От его городских стен разрушались прежде всего стены. Город – это то, что ограждено стеной крепостной. Если стена разрушена, это уже не город, это село. Значит, город с шхем разрушен, его засыпают солью. Это такой знак, что впредь его нельзя застраивать. Ну, пройдет дальше время, город будет застроен. А еще землю засыпать солью – это значит, что нельзя будет садов, огородов там каких-то разбивать. Ну, а засыпать город, сами развалины города солью – это значит, дать знак, что город этот не должен быть больше застраиваемым, и стены городские не должны восстанавливаться, реставрироваться. История Авимелеха продолжается. Услышав об этом, все бывшие в башне Шхемской ушли в башню капища Баалверита. Здесь вот этот Баалвериф добавлен синодальным переводчиком курсивом по смыслу. Никакого капища вообще в тексте нет, 46 стиха. В 46 стихе есть, что там есть, мы сейчас посмотрим. Есть, значит, здесь Эль Цриах, Бейт Эль Берит. Бейт Эль – это Вифиль. Ну, а это в еврейском тексте. В Септуагинте, в этом самом 46 стихе, действительно Ваал. Ваал, поэтому вот здесь синодальный переводчик берет, курсивом вставляет Ваал из этого самого греческого перевода 70. А слово Верит, то есть Берит, Берит, Завет вообще здесь нет. Но Баалберит, как мы помним, божество Шхемское, бог Завета, которого почитали хананьяне, жители Шхема когда-то. И вот Бейт Эль Берит, вот Бейт Эль Баал Берит, а капища в 46 стихе нет. Почему синодальный переводчик вставляет слово капище, но может быть Бейт здесь предлагается считать капищем. Бейт Эль Берит. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Шхемской. Вот из этой башни Шхемской они прибежали в другую башню, из Мигдаля в Мигдаль. И что тогда делает Авимелех? Он пошел на гору Сельмон, 48 стих, цальмон. Цальмон. Был там цальмуна, а здесь цальмон. Начиная с буквы цади. Значит, пошел он в цальмон. Весь и народ, бывший с ним, отряд его, и взял в Милех топоры с собой, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним, «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». Нарубили сухих веток, дров, и нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом и положили к башне. Обложили ее этими сухими сучьими ветками и сожгли посредством их башню огнем, и умертвили, и умерли все бывшие в башне Шхемской, около тысячи мужчин и женщин. Набились туда, в эту башню, тысяча мужчин и женщин, и Шхема, в этот самый Мигдаль, в эту самую башню. Задохнулись, видимо, от дыма. Так и погибли. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Вот этот самый Тевец. Тевец. Трудно локализовать это место. Это, ну, обычно локализуют в 15 километрах от Шхема. 15 километров от города Шхем. Тоже небольшое укрепленное такое место, и вот тоже в этом самом Тевеце есть башня. Читаем дальше. Авимелех. Среди города, 51 стих, была крепкая башня, город Тевец, башня, посмотри. Ну, в средневековых городах на Руси тоже посредине города была башня, да, или вежа, да, белая вежа, да, беловежская пуща. Пуща, посреди пущи вежа башня. Вот, или городок какой-то, да, башня, куда в случае военной опасности сбегались жители и обороняли эту башню. От кочевников, например. Вот тогда тоже были такие башни повсюду, военные опорные сооружения. Башни бывают у городских стен, на углах городских стен, а бывают башни посреди города, куда жители городка могут скрыться в эту башню, затвориться в ней и ждать, пока от них отступят враги, кочевники, например. Ну, а в данном случае, что подступил этот самый Авимелех. Вот Авимелех пришел к башне, окружил ее, подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. То есть, так как он поступил с предыдущей башней, он решил сделать и с этой башней, решил сжечь ее огнем. Но происходит непредвиденное событие, то, чего Авимелех не предвидеть не мог. «Одна женщина, видимо, которая находилась наверху этой самой башни, бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп». Вот каменные жернова, вот каменные жернова, обломок этого каменного жернова, она бросает с этой башни, этот обломок попадает прямо этому самому Авимелеху по его голове. Авимелех проламывает голову Авимелеха, и все, и он умирает. Авимелех тотчас призвал отрока оруженосца своего и сказал ему, «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Это позор для человека, если человек падает от руки женщины. Вспомним историю предыдущего судейства в Израиле, когда Яэль, отважная женщина, взяла в одну руку кол от шатра, в другую руку кувалдочку такую, и пригвоздила к земле полководца, который скрылся у него в шатре, попросил молока, простоквашина, напоила его, а потом он уснул, и она колышком его, как мы об этом читали в четвертой главе книги Судей, пригвоздила к земле этого самого полководца, царя Ханаанского Иовина, полководца которого звали Сесра, Сесара. Позорная смерть была у Сесары, Сесры, и Авимелех, наверное, знал и помнил об этой позорной смерти, не хотел такой же позорной смерти себе. Скажут, «О, да его женщина убила». Позор несмываемый потом в памяти народа останется навсегда, поэтому он уже ранен и понимает, что он ранен смертельно, говорит своему оруженосцу, слуге, «Закали меня ты», чтобы не сказали, что женщина убила его, и пронзил его отрок его, и он умер. В солнечное сплетение обычно в живот вонзается меч для моментальной смерти. И через солнечное сплетение острие меча в сердце вонзается. «Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место, по домам, по шатрам своим Израилю. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив семьдесят братьев своих. Рукою женщины Господь воздал Авимелеху». На самом-то деле женщина его убила, конечно. Оруженосец лишь прикончил, он бы и без оруженосца бы умер. Вот так Господь рукой слабой женщины отомстил за этих семьдесят братьев сыновей Гедеоновых. «И все злодеяния жителей шхемских обратил Бог на голову их и постигло их проклятие Йотама, сына Иераваалова». Этот самый Йотам, сын Иераваалов, то есть сын Гедеона, он произнес ту самую притчу, которую мы читали в начале главы, и не смог убедить жителей шхема изменить свое поведение. И произошло то, что произошло. Это довольно продолжительная история, записанная в девятой главе книги Судей. В ней уже говорится не о деятельности какого-то суди, а о деятельности вот этого самого Авимелеха Узурпатора и о тех нестроениях, которым привело вот это вот бесчинное, беззаконие установления монархии в Израиле. Среди израильских племен, среди израильских колен. Не время было монархии. Да и когда будет народу казаться, что вот теперь пришло время иметь нам царя-батюшку, как и прочих народов, это тоже будет измена Богу. Тоже будет это неправильно. Потому что сам Господь, как говорил Гедеон, владеет вами. Предыдущая глава 8, 23 стих. Гедеон говорил ведь им, ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами. Господь да владеет вами. Не хотели жители шхема, чтобы ими владел Господь. За это и поплатились. Пусть же Господь и над нами владеет, дорогие братья и сестры. Он наш Царь, Ему слава во веки веков. Аминь. Запись делается для библейского портала Экзегет.